Привет народ, как дела? В этом видео поговорим с вами про Т110Е5. Получил недавно на нем три отметки, а значит можно познакомить вас с этим танком. Сначала посмотрим его броню. У меня есть подозрение, что многим броня этого танка не нравится, но давайте посмотрим на нее внимательней, такая ли она ужасная. Нижняя лобовая деталь на самом деле не такая уж и простая. И если не знать, куда стрелять, то можно даже не пробивать этот танк, казалось бы, в выездимую зону. Поскольку в НЛД в нижней части 270-300 миллиметров, если смотреть посередине. А вот по краям слева и справа в нижней части НЛД, да и в середине, брони на 100 миллиметров меньше и там всего лишь 175. И на самом деле лучше стрелять этому танку, если у вас не особо точная пушка, не в центр НЛД, а в крайнюю часть НЛД, если это удобно. Поскольку в центре НЛД нужно попасть прямо в середину. Если стрельность чуть выше или чуть ниже, попадешь либо в стык НЛД с ВЛД, либо в нижнюю часть НЛД, где много брони. Получается, надо попасть прямо в серединку. Это узкое место, только оно пробивается. Да и в центре НЛД 200 миллиметров. Это чуть больше, чем в скраю НЛД. Там 175. Спереди центр корпуса броня выглядит как закругленная. И там толщина примерно от 280 до 400 миллиметров. И в целом весь Т110Е5 он весь такой овальный, закругленный. Из-за чего броня кажется довольно-таки скользкой. В любую увяземую зону, когда стреляешь этому танку, если ты не попадаешь в середину этой самой увяземой зоны, то по краям толщина брони вырастает до каких-то космических значений. Что в НЛД часто не пробивается этот танк, если не попадаешь прямо в серединку. Но мы уже выяснили, что с краю в НЛД брони меньше. Даже если этот танк рамбует и ты стреляешь ему в ближнюю щеку на ВЛД, то там тоже брони много. Спереди ВЛД по бокам и сверху имеет из-за наклона приведенку там в 500 миллиметров. Лоб башни и маска очень бронированные. 300 плюс миллиметров это самые тонкие места. Пробить лоб башни практически невозможно, но маска находится на каком-то таком продолговатом основании башни. И то место, где маска крепится к башне, там нет приведенной брони практически. И имеется тоненькая полосочка по бокам маски, где 200 миллиметров. Ни разу у меня не было, чтобы туда залетал снаряд, но просто туда никто не попадал. В целом башня лоб корпуса очень бронированная. Броня отменная, просто офигенная. И что меня очень сильно радует, на фоне Т110Е3 и на фоне Т110Е4. У Т110Е5 броня в корпусе спереди не пробивается в корпус возле катков. Там наоборот брони очень много. Также крыша у этого танка тоже не пробивается, поскольку спереди брони нормально так. Если пробьется, то только в заднюю часть по касательной, но она наклонена не вперед, а назад. Из-за чего она находится за башней немного. И ее практически никогда не видно. Если ромбовать на этом танке в борту брони получается немного, но она рикошетная. Плюс еще получается уяземая зона в переднем катке. Она небольшая, но легко пробивается. Если посмотреть на лючок, это наверное самое главное и бесячая уяземая зона этого танка, то в лючке всего лишь 209 миллиметров брони, которые находятся под углом. Приведенной брони в лючке получается примерно 240 миллиметров, местами даже 230. Но как только ты не попадаешь в середину лючка, а если присмотреться и обратить внимание, то лучше стрелять чуть-чуть правее середины лючка. По ощущениям уяземая зона чуть-чуть смещена с центра немножко вправее. Так вот, если не попадать в середину, то приведенка сразу становится сумасшедшая, там брони становится 300+. То есть на самом деле лючок не такой уж и простой. И брони в нем не так уж и мало. Да, 10 уровень пробивает такую броню легко. Какой танк не сможет пробить броню 230-240? Да любой. Главное попасть. А вот с попаданием уже могут быть проблемы. Плюс еще лючок находится не посередине, а сбоку. Из-за чего не всегда можно в него стрелять. На мой взгляд броня вот и 110,5 отменная. Лоб башни крепчайший, лоб корпуса тоже. Уяземые зоны тоже непростые. Все зависит от умений человека, который играет на этом танке. Можно максимально быть неудобным для врага. В таком случае сложно будет выцелить уяземые зоны. А если уяземые зоны тяжело выцелить или нельзя вообще, остальные места в танке практически нереально пробить. Играя на Т110,5 я понял, что если двигаться, быть неудобным для врага, скрывать лючок за укрытиями, не выезжать с неудобной для себя стороны, не подставляться и быть максимально таким вертлявым как уж, то танк становится офигенно бронированным. Но это еще не все его козыри. На мой взгляд крутость Т110,5 это самое главное его орудие. 120 миллиметровый Ган М58. Это орудие просто божественное. Ни на одном танке не сравнится комфорт и приятность стрельбы, как у Т110,5. Да, в игре есть еще кайфовые пушки. У Супер Коня, у ФВ-215 Б, но они стреляют под калиберами, это Параша. Еще есть классная пушка у 260, но по ощущениям она немножко уступает Т110,5. Есть еще много кайфовых пушек у СТ, но мы все же говорим про тяжей. И среди тяжелых танков это наверное одна из самых крутых пушек. Это орудие просто рассекает врагов и делает в них дырки так быстро и так четко, что просто начинаешь кайфовать от этого. Это реально какой-то контр-страйк, но в игре в World of Tanks. Базовые параметры орудия следующие. Альфа 400, пробитие ББшкой 258, кумулятивом 340. Средний урон в минуту 2728, 2 секунды сведения, точность 0.35. Орудие опускается вниз минус 8, вверх плюс 15 и наверное лучшая стабилизация на тяжелом танке, которую только можно было просто увидеть в этой игре. Стабилизация просто офигенная. Но если у танка хорошая броня, если спрятать лючок, офигенное орудие, то во всем остальном он наверное должен быть плохой, но. Максимальная скорость 37 вперед, 12 назад. Удельная мощность 16. Вертится этот танк со скоростью 30 градусов. По мобильности танк хороший. Орудие великолепное. Броня офигенная, но есть уязвимая зона. Так еще и обзор 400 метров. Танк удобный, комфортный во всем. Он просто офигенный. Я не вижу ни единого минуса у этого танка, кроме того, что у него есть просто лючок на башне. И уже для всех танкистов этот танк становится, ну танк плохой. У него же есть лючок. А у других танков кого-то бы лючков нет. Если хотите, чтобы у вас не было лючка, качайте ИС-7 и играйте на нем. Там лючков нет. Но в таком случае вы не будете стрелять с такой же офигенной пушки, как у Т110Е5. Теперь поговорим про полевую модернизацию на этом танке. Если коротко, что выбирать в полевой модернизации, то как я уже и говорил, чаще всего у тяжелых танков выбирается все слева. Я не всю прокачал парную модернизацию, только первые две. Но если посмотреть на остальные, то они не особо-то и важны. Я бы не сказал, что Т110Е5 от чего-то страдает. Но все же какие-то бонусы от полевой модернизации получить можно. Допустим, в первой парной модернизации, как обычно, практически на все танки в игре, я даже не могу вспомнить хотя бы один танк, где я выбрал бы улучшение скорости поворота танка. Ведь это вообще бессмысленно. Сохранение набранной скорости во время пересечения всех типов местности намного лучше и эффективней. Поскольку если мы будем нерфить этот параметр, то и танк будет медленнее ворочаться. Здесь выбор вообще бессмысленный. Только если у какого-то танка превосходная проходимость грунтов всех типов местности и он плохо поворачивает, только в таком случае полезнее будет прокачать скорость поворота. Но по сути это вообще бессмысленно. Поэтому выбираем сохранение набранной скорости и Т110Е5 ездит еще бодрее. Во второй парной модернизации мы улучшаем точность и с ней точность становится 0.3. Мы теряем немного скорость сведения и сведение становится 1.85. Такое ощущение, что ничего и не теряли. Больше ничего я не успел прокачать в полевой модернизации. Этого хватило мне с головой. Дальше мы можем сократить время оглушения, но потерять 3% обзора. Надо это или нет? Да не особо. Но в принципе можно. Также можно на 2 километра улучшить скорость назад и потерять скорость горизонтального наведения 10%. В принципе это важно для этого танка, поскольку назад он едет плохо. Ну и последняя парная модернизация, в которой я тоже не уверен. В ней мы потеряем 4% стабилизации от поворота корпуса и башни, но меньше будем получать урон от фугасов на 15%, что как бы спасет нас от арты. Еще 8% оглушения уйдет и 20% защита экипажа. Но расплатимся мы стабилизацией. Заметно ли будет на такой хорошей стабилизации минус 4%? Я не знаю, поскольку не докачался еще до этого. Но меньше получать урона от арты это неплохо. Но если орудие станет кривее, этого не хотелось бы, поскольку это фишка этого танка. Ну и уже поговорим по поводу оборудования. Закалка в слот, досылатель, стабилизатор. Все. Также не забываем про большие ремки, аптечки и доп. паек. Побольше заряжаем кумулей, едем на фланг для тяжей и просто уничтожаем их своим офигенным орудием. При этом стиль боя у нас должен быть такой, чтобы мы максимально были неудобны для врага. Использовать все укрытия и возможные стены, горы там и так далее, чтобы закрывать наш лючок. Если лючок закрыть нечем, можно всегда закрыть его своим орудием. Оно у нас сможет не только наносить урон, но и защищать наш лючок. Это не всегда можно сделать, но лучше попробовать, чем ничего не делать. Также не бойтесь ромбовать, вертеться, крутиться, двигаться. Чем подвижнее вы будете на этом танке, когда вас выцеливает враг, тем больше шансов, что вы танканете. Если будете стоять как истукан, то точно ничего не танканете. Поскольку все ваши взаимые зоны будут стоять на месте, враг не будет ничего там выцеливать, а просто наведется, тыкнет и нанесет урон. Таких Т110-5 убивать легко. А вот если вы будете правильно четко двигаться, не подставлять свою корму, не сильно перекручивать ромбы, то пробить будет тяжело. В целом вывод по танку, он просто офигенный. Мне намного больше нравится, чем какие-нибудь там супер кони, поскольку на мой взгляд там брони вообще нет нигде, ни в башне, ни в корпусе, ни вообще ни в чем. И орудие на мой взгляд здесь тоже лучше. Этот танк просто классный, мне он очень сильно нравится. С вами был Варчик, играйте красиво, подписывайтесь, ставьте лайки, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok